Приветствую вас на канале Ножи, и сегодня у нас в гостях Дмитрий Богданов. Привет. Привет, Сергей. Привет всем. Первый вопрос. Как стал нажиманом? Хороший вопрос. Ну, можно так сказать, что я нажиман начального уровня. Ножами обзавелся не так уж и давно. И вообще, ножевой тематикой начал заниматься тоже не так уж и давно. Ну, если по порядку, то я не как все там, да, я вот смотрел ролики, все говорят, я с детства, с дедушкой, с бабушкой, играл в ножички, меня такого не было. Я был изолирован от ножей, как бы не было особо интереса. Основные ножи, которые там доступ был, понятно, это какие-то кухонные. И вот, ну да, был один дедушки нож. Все равно мы возвращаемся, серьезно. Ну, он был такой, тоже маленький ножичек перочинный, там, советский, которым просто там дедушка где-то чем-то работал. Я как-то особо его интереса не проявлял, ну, как-то посмотрел, посмотрел, да положил. Каких-то своих ножей там с детства я где-то не имел, такого у меня ничего не было. Вот. Но всю жизнь, как бы, какой-то интерес питал все равно к ножам, где-то там в кино, там в мультфильмы, там и так далее. Все это было интересно. Особенно фильмы, наверное. Да, особенно фильмы, особенно там... Боевики. Боевики, да, какие-то ножи, там, рэмбы. Да, это рэмба, самый-то хищник популярный. Да, да, да. Командос. Со Стивеном Сигалом вот фильмы, то, что были там, как он назывался там, в осаде, в осаде 2, он там любил с нами. Да, ну, то есть фильмы 90-х, которые просочились к нам в то время. Все это любилось, да, смотреть. Так вот, я питал интерес, но как-то обзавестись особо желания не было. Просто, ну, вот, поглядеть, посмотреть это, как бы, да. И более так плотно начал изучать эту ножевую тематику всю, наверное, где-то уже, ну, понятно, в осознанном возрасте, уже сильно в осознанном возрасте, да. Это, я даже скажу, где-то началось в 2018 году. Все началось с Инстаграма. Я там, как обычно, скроллил, скроллил, и как-то у меня там рекомендации, и просто там лента начала показывать там, или как-то, в общем, попал на ножи. И это были зарубежные там изготовители, да. То есть, в основном, это Америка, там, Бразилия, что-то еще. Ну, и, в общем, меня затянуло сильно в эту тематику. У меня лента была практически там из этого всего. А там еще красиво фотографии, лампово. Все очень красиво, лампово. То есть, да, это не умеет делать. И сами ножи, конечно, красивые. И все, я прям в это пропал. Начал все это там смотреть каждый день, там, на работе и так далее. Такая немножко зависимость, да. Вот. И у меня не то, что, как сказать, и похожих экземпляров я не находил в российском инстаграме. То есть, ну, как бы, я думал, что происходит? Почему? Почему у них есть у нас... Почему у них вот все там, вообще просто красота. А у нас, я смотрел, блин, ну, искал российский наш дел специально. То есть, мне они не вываливались нигде там в рекомендациях. Вот. И что-то не находил такого же красивого. Думал, да что ж такое-то. Начал, как бы, плотнее это изучать все. Думал, ну, где-то же должно это все быть. Ну, то есть, единицы какие-то находились, классные там мастера. Ну, в основном я говорю про фиксы. То есть, больше мне всего нравится фикс-формат, да. Такая ремарочка, что я вообще раньше складни вообще даже не очень любил. А почему с чем связано? Не знаю. Как-то вот... Не верил в замок, в надежность? Нет, не в этом суть. Я смотрю на нож, на изделие, как, в первую очередь, как художник, да. То есть, у меня такой, как бы, художественный взгляд. Мне нравится именно вот красота, в первую очередь. И в складнях я, ну, не находил вот этой, как бы, красоты, потому что, ну, какие складни мне попадались. То есть, это которые широкого, да, распространения. То есть, которые много делают, и они зачастую там, ну, в простых форматах, в простые материалы там, ну, как бы, я не мог вот для себя какую-то вот красивую... Ну, скучно. Да, да, как будто бы мне скучно, потому что в применении я не применял, я не знаю, как это. Не понимал. То есть, а фиксы там, пожалуйста, да маск такой, сякой, там, ламинаты, все, это красиво, там, узорчатые стали, там, русские рукояти такие, сякие гарды. Как произведение искусства, да. Да, я просто, фу, ничего себе. Все вот это мой поиск, там, российских красивых, там, ножей, ножеделов, все привез в то, что, я думаю, а почему бы мне не создать страничку в инстаграме, вот, и, как бы, нашим российским гражданам не показывать эту же красоту. Типа, ну, просто буду, как бы, собирать галерею, просто люди там будут подписываться, тоже смотреть, и интересоваться, как это все красиво, там, за рубежом. Может быть, кто-то какие-то себе подчеркнет идеи и тоже будет у нас это реализовывать. После, то есть, я создал, и после этого, можно сказать, я так уверенно шагнул вот это вот, во всю нажиманию, и вот, нажима нам, наверное, и вот тогда уже, как бы, тянуло, да. Начало становиться. А какой первый нож тогда приобрел себе? Если у тебя таких прям не было. Первый нож был вот этот. Да, это самый мой первый нож, действительно, который сам себе купил. Зашел в ленту, по-моему. Он был в пластике за 160-40 с чем-то рублей. Какие цены? Да, да, да. Мне нужен был нож, потому что я собирался в командировку на футбол. Вот футбол был у нас в 2018 году. Я работал тогда в правоохранительных органах, и нас направили в командировку на два месяца, обеспечивать там безопасность проведения футбола. Вот, и, ну, то есть, я собирал себе рюкзак, думаю, блин, мне ничего нету, надо что-то. У меня вообще никакого режущего предмета не было на тот момент. Думаю, ну, блин, ну, ладно. Вот по магазину ходил, собирался. О, нож, все, возьму. Взял нож. Маленький. Да, взял нож, ну, и, собственно, использовал его для самых бытовых вопросов, там, моментов, отрезать, что-то порезать. Продукты не нарезал. Продукты не нарезал, то есть, максимально это вот там веревки, там, что-то еще, коробку открыть, там, и так далее. Ну, такое подкрутить. Немного уставший. Да, он уставший, он работал, и это рабочий, он до сих пор сейчас просто лежит дома в инструментах, если где-то что-то подковырнуть, открыть, там, я не знаю, я им и закручивал, там, шурупы, там, и все, все на свете. Нехорошо так делать. Нехорошо. Для этого есть отвертка. Этот нож, вот, для этого предназначен, и, и, собственно, и... Ты ему определил тяжелую судьбу? Производители ему определили такую судьбу, я думал. Я ее реализовал. Вот, ну, с этого ножа и началось, наверное, тоже. Он большой вклад, наверное, внес. Вот, мой аккаунт продолжал развиваться, то есть, люди прибывали, там, подписчики прибывали, всем нравилось, именно мой взгляд на ножи, как я вижу, какие интересные, неинтересные, я выкладывал. Это с комментариями, да, с какими-то своими? Ну, не то, что, ну, да, с комментариями, где-то просто репостил, обязательно указывал автора, да, кто это изготовил, то есть, ну, обязательно показываю, что это не мои ножи, да, жду, это кто-то делал, и, соответственно, вот, подписчиков знакомил, ну, не только с изделиями, но и с теми, кто их делает. Соответственно, они могли перейти, посмотреть, и тоже, может быть, как-то вдохновиться, там, или просто подписаться, может быть, и заказать что-то, какой-то из ножей. Вот такую я миссию видел в этом аккаунте у себя, как бы, ну, время шло, все это развивалось, и на фоне этого, и благодаря моему аккаунту в Инстаграме, который, как бы, стал такой стартовой площадкой, я начал ознакомиться с российскими ножеделами, то есть, ну, я, во-первых, целенаправленно их находил, репостил у себя ихние ножи, то есть, они писали спасибо, там, благодарю, вот, как бы, ну, людям это тоже подмога. А можно уточнение, ножеделами не крупные какие-то у нас производства? Именно вот такое хендмейт, да, ручное, там, кастомное, кто-то у себя во дворе, там, в гаражах и так далее, ну, в мастерских. Опять же, повторюсь, что я больше интересовался фиксами, да, то есть, и производством именно фиксов. Вот, и начал знакомиться с ножеделами, общаться, то есть, и вот так влился в тусовку именно производителей, да, то есть, мастеров, и постепенно, постепенно, уже, когда переехал я в Москву, до этого я жил не в Москве, я переехал в Москву, и у меня появилась возможность посещать выставки. И, собственно, в девятнадцатом или двадцатом уже году, в двадцатом, наверное, я первый раз посетил Клинок, вживую познакомился с теми людьми, с которыми я общался там долгое время в Инстаграме, да, мы переписывали, вот, ну, и как бы так очень добродушно и плавно влился, можно сказать, пришел на Клинок, там, многие уже знают, то есть, меня, и как-то, ну, классно, наверное, здесь мое место, вот. Дальнейшее появление у меня ножей связано именно с тем, что я хорошо общался с изготовителями, да, ножей, вот. Собственно, если такую ремарочку вставлять, то вот этот нож первый, единственный, который я купил себе сам, вот. Это очень хорошо общаться с создателями ножей, производителями. Остальные, то есть, мне, как бы, ну, подарили, да. Опять же, я нахожу большие плюсы в том, что я веду вот этот блог, можно общаться, и вот, и подарки классные дарят. Вот с этого и надо было начинать. Делайте свой блог тоже. Да, да, да. Кстати, да, хорошие... Производители такие, что-то их много стало. Вот, собственно, и что, ну, если переходя к ножам уже, да, вот на первом клинке в 20-м году, это был, по-моему, новогодний клинок, когда-то он проходит 25-го декабря, или 6-го декабря. Я, по-моему, на него ходил в 20-м, по-моему, да. Да, я вот пришел первый раз, тоже глаза во все стороны, ух ты, как красиво, и все блестит, классно. И там уже непосредственно я лично познакомился с Сосо, это мастер, который делает ножи и фиксы, и складни. Более он известен как Таск Найвз. Да, у него, его бренд Таск Найвз, вот, и мы очень хорошо общались, и, собственно, я тоже его много у себя репостил, ну, и мы сейчас хорошо поддерживаем отношения, вот. И первый нож, это его складень Speedfire, который, по-моему, даже на сегодняшний момент единственный складень, если я не ошибаюсь. Насколько я знаю, тоже, да. Если я не ошибаюсь, вот, собственно, он попал мне в руки, вот. Ну, и как бы благодаря им мы такое более плотное взаимодействие с Сосо сейчас производим, вот. Ну, достаточно большой, не для маленьких рук. Я думаю, многие знают его, интересно, одну из фишек или нет. Сейчас мы зрителям покажем. Да, есть у него фишка. Есть у него одна фишка. Есть у него одна фишка, да. Он превращается в фиксированный нож, в общем-то, в раскрытом состоянии, выкручивается. Вот, если покажу, вот этот вот винт, вот здесь, и вставляется вот сюда, вот в эту часть, и нож становится таким фиксом. Ну, я думаю, это сделано не на российский рынок, с учетом. Ну, цена достаточно хорошая. Ну, я имею в виду вот эта вот функция, а больше все-таки это на зарубежный. Почему? У нас тоже любят побатонить. Ну, да, ну, не знаю, насколько это. Ну, как бы каждому свое, так всегда. У нас они тоже очень хорошо расходятся. Вот я на клинке видел, там у меня два или три знакомых тоже купили себе именно спидфайр. Мне у него больше нравится не спидфайр, а я не помню название, у меня вот с названиями беда. Знаешь, такой, я его назвал, это Орочи Чопа, который в конце такой обрубленный. Вот он очень классный, вот я его себе хочу, вот он мне нравится. Слушай, его, по-моему, купили. Может быть, он еще сделает, я же не спешу никуда. Я последний раз видел у него, он сказал, что он еще сделает, сейчас у него выставка пройдет. Правда, если там американцы все скупят, сволочи, тогда придется еще подождать. А вы с ним сотрудничаете? Да, мы с ним сотрудничаем. Данные ножи, то есть я тоже реализую, СОСО тоже реализует там и через сеть партнеров. Вот, ну, можно так сказать, что я небольшой партнер тоже у него являюсь. СОСО привет. А ты мне сам пользуешься или сам только на реализацию? Я не пользуюсь. То есть себе свой нож я как бы не взял для себя. Пока под реализацию, ну, возможно, я как бы все-таки приду к этому и буду носить его. Наверное. Ну, посмотрим. Вот, поэтому на моей площадке тоже можно его купить. То есть мне написать там в любую соцсеть, соцсетей. Ссылочки все будут внизу, соответственно, проходите, подписывайтесь. Я думаю, какие сейчас там. Ну, Инстаграм есть, но там у кого есть VPN, для оставшихся это, наверное, ВКонтакте, группа в Телеграме. В Телеграме и в Дзене. Еще есть. Ютуб у тебя нет? Ютуб, да, вот я завел в Ютуб буквально. Я у тебя видел как раз видео с, не с выставки, и с выставки я тоже видел, а еще я видел где-то у производства. Ты кому-то на производство катался? Да, я катался на производство, это мы плавно перейдем к следующему ножу. Ну, ладно, давайте. Давайте перейдем к следующему ножу. Да, коль мы в эту степь пошли, значит, давайте пойдем. Следующий нож, это у нас совместная, вот этот нож, да, это наше совместное детище меня, как представителя главного проекта Найфкастом, и Александра, это 3F Project, он мастер, он работает под этим брендом. Мы совместно с ним за один день изготовили вот этот нож. Ну, при твоем участии непосредственно. При моем непосредственном участии, да. То есть, приходишь уже в ножеделы. Ну, я бы так не сказал, но я пока приобщаюсь к этому. То есть, непосредственно я начинал приобщаться, смотря на это, теперь хочу приобщиться путем изготовления. Ну, к процессу, к слову. К процессу, да. Задумка была такая, начнем так, немного из, как у нас говорят, из-под Хабаровска. Значит, задумка у меня была такая, что я хотел на своем канале делать какой-то интересный контент, и в голову мне пришла мысль договариваться с мастерами, приезжать к ним в мастерские, небольшие, да, но небольшие мастера именно, и вместе с ними участвовать в изготовлении ножа. Вот, все это параллельно пытаться снимать, потом пытаться монтировать, и выкладывать, соответственно, в YouTube, в социальные сети. Именно процесс создания ножа, да? Да, именно процесс создания, как вообще это все происходит, как мастера это делают, что у них в мастерской, как они пришли к этому, то есть, всю вот эту тематику индивидуального изготовления ножей, то есть, показывать за кулиси, как это происходит. Не только как на выставке, они там уже показывают готовые изделия, да, и люди смотрят, вот, но и показывать вот именно бэкстейдж вот этот. Я там, ну, сделал, грубо говоря, опрос в себя в соцсетях, людям это интересно, потому что, ну, процесс создания, как бы, все равно всем интересен. Вот, плюс ножа тематика, и плюс самому попробовать, по-моему, пушка контент. Вот, и... Там, где-то в этом году, в начале, там, года, мы уже договорились вот с Александром встретиться, поделать, сделать выпуск и изготовить нож. Ну, пока там, вот это все у нас происходило, все это волнение в стране, все это плавно перенеслось на май. И буквально пару недель назад, вот, в субботу я поехал к нему, собрался силами, наконец-таки, все собрал, камеру взял, поехал, и мы с ним вот изготовили, получается, на все про все у нас ушло, там, около 10 часов, то есть я приехал, там, к нему где-то в обед, вот, абсолютно с нуля, не было, там, у нас даже никаких дизайнов еще, то есть я приехал. Нарисовали. Да, мы приехали, я приехал к нему, он говорит, ну, чё, чё мы будем делать, я говорю, ну, давай, что-нибудь придумаем, то есть, говорит, ну, давай, вот, есть форма, там, Борнклифф, он мне буквально там показал, я говорю, о, вот этот, ну, в гугле посмотрели, вот, давай вот это сделаем, такой, давай, все, мы нарисовали прям дизайн, он немножко стилизировал под свой стиль, то есть выдержанный из моих стилей, да, да, буквально там детали. И, собственно, начали изготавливать, то есть, ну, он максимально сделал подготовительные работы, там, домовые приезды, то есть у него была уже упаковка, то есть мы не там не ковали, там, супердолго, потому что это, ну, очень долго все это ковать, у него уже была упаковка, мы, то есть, перенесли дизайн, все это начали отпиливать лишнее, то есть, гриндить, там, немного постучали, конечно, вот, для, собственно... Ну, каванины, чтобы так и не было появилось. Да, да, делать такой кованый дизайн, ну, как бы, как элемент кузнечного мастерства, надо было уже постучать немножечко. Ну, плюс красиво смотреться потом. Да, 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 ну, и это такой у него стиль тоже, ну, и мне нравится очень вот эта вся графичность, вот, собственно, и произвели закалку, то есть, все слесарные работы, рукоять, то есть, мы выпилили, обработали, то есть, полностью я уже, там, доводил шкуркой, там, нулевочкой, да, 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 все это делали, и под конец уже мы сшили ножны, то есть, с куска кожи, все это... Ну, ножны на скорую руку делались. Да, 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 вот, все, я там прошивал, он там их все формовал, там, и так далее. Вот такой был проект, там, буквально уже в 11 вечера мы все закончили, и параллельно все это пытались снимать, и это все было сопряжено с очень большим стрессом, потому что все это надо было делать, я пытался как-то это вникнуть, еще пытался там камеру туда ракурсы взять. Это понятно, да, да. Ну, было весело, было интересно, познавательно, ну, и, собственно, результат мне прям очень понравился, и чувство причастности добавляет к этому ножу, как бы, это мой нож, типа, вот я. И мне нравится дизайн, и мне нравится, как он выполнил, то есть, и рукоять, тут все, как бы, конечно, есть какие-то, может быть, и огрехи, есть какие-то недоработки, как Александр говорит, можно совершенствовать до бесконечности. Нет предела совершенства. Да, да, и в какой-то момент понять, что уже совершенно не то изделие, которое ты изначально планировал, вот, но было классно. Ну, вот. Тебе заинтересовал мне больше сам процесс? Меня это интересует в большую степень, то есть, вообще, если говорить про мой проект, проект Naive Custom, то для меня интересно именно вот индивидуальное такое кастомное производство ножей. Я считаю, что в России у нас недостаточно развито, как бы, и недостаточно уделено внимание, может быть, этой отрасли. Мы к этому приходим, мне кажется. Мы к этому сейчас активно приходим, и я тоже много общаюсь. Приходили, сейчас пока с этим будут вопросы, посмотрим. Да, возможно. Цены на станки в космос, расходники тоже. Ну, я все-таки надеюсь, что будет. Ну, мы к этому приходим, вот мы даже общались на… с кем мы общались-то? Ну, в прошлом подкасте «Болт Север Эдиси», мы как раз присутствовали, вот, что эта культура Эдиси, она только вот приходит в Россию, что вот он показывает монету из титана. Большинство людей не понимает ни зачем, ни для чего вообще, что это такое. Кнаки, что это такое, тоже очень многие люди не знают. Это со временем только будет, будет и будет приходить. Сейчас даже видно, что насколько широко это начинает распространяться. Плюс сами нажиманы все-таки вокруг себя распространяют такую нажиманскую атмосферу, что ли. Ну, у меня получается так, что, как я уже тоже рассказывал, на работу пришел, и еще там трех-четырех людей подсадил. Хотя бы по одному ножу они купили. Нажимание – это болезнь. Ну, кого-то она захватывает сильно, кого-то она захватывает не сильно, но в целом, да, люди как бы интересуются, его то покупают, кто-то прям ножами активно начинает пользоваться. Ну, для кого-то просто абсолютный инструмент, ну, обыденный. Но они начинают понимать, что на кармане это удобнее, чем когда его нет на кармане. Да, это точно. Вот, это сейчас еще пока только первая стадия необходимости ножа. Вот то, что, как ты говоришь, что кастомное, это уже будет, это уже не для первого уровня вот такой нажимания начальной. Это уже чуть дальше, мне кажется. Слушай, ну, здесь, мне кажется, немного, как бы это отдельно, ну, как, не то, что отдельно, это один из видов такой нажимания, но в сторону больше производства и не просто, да, пользования, да, а именно вот изготовления. И все-таки, как бы, смотря, ну, куда мы еще можем смотреть? На Запад, естественно, да, в ножевой сфере. И особенно в таком формате вот индивидуального там, грубо говоря, домашнего изготовления, да, то там это развито, ну, прям вот в каждом дворе практически, там, в каждом четвертом гараже. Мы можем найти, там, горн, там, наковальни, там, гриндер. И молодые парни делают спокойно, то есть изготавливают ножи, и у них это очень хорошо развито. И мне бы хотелось, и, опять же, через мой проект, это усилить в России, привнести, как бы, и показать людям, что это классное занятие. То есть самостоятельное изготовление, это прикольное занятие. Я бы здесь даже шире взял, на самом деле, что в целом такой вот ручной труд, это прикольное занятие, не в плане вагоны разгружать, там, или что-то еще, а что-то производить своими руками. Потому что вот я до ножей, я в мастерской, у меня нету негде, и, скажем так, даже желаний, возможно, особо нет, поприсутствовать, посмотреть, да, процесс, да. Но я вот шью по коже, мне нравится, да. Сстраняешься, берешь там какую-то идею, рисуешь, вырезаешь постепенно. Вот этот вот процесс создания чего-то своими руками, это приятно, мне кажется, нужно шире даже смотреть. Ну вот в вопросе изготовления ножей, да, вот когда ты, то есть, не производство запускаешь, да, там, а делаешь сам, здесь вопрос, ну, как я рассматриваю, что изготавливать можно, ну, много чего, да, опять же, там, кожей заниматься, там, ножны, да, вот делать, там, еще что-то, и DC-предметы, может, еще. Ну, нож, он все-таки имеет такую, как по мне, такой, в нем собрана и функциональность, и красота, и реализация человека, там, в каком-то дизайнерском плане. То, что можно сказать и про кожаный рюкзак. И красота, и дизайн и функциональность. Здесь не совсем понятно, что ты имеешь в виду. Я имею в виду, что, да, ну, как бы, кожаный рюкзак. Ну, просто, правда, там можно сделать какую-нибудь ерунду из кожи, там, не знаю, там, ну, как я делал, там, часто органайзеры для ножей, ну, не всегда никому нужен, часто, многим даже нафиг не нужно. А можно сделать кишелек, или можно сделать обложку для паспорта, или можно сделать сумку. То есть, это уже более практичные вещи. Ножи просто, как по мне, не требуют более серьезного инструментального подхода. То есть, опять же, ну, наличие гриндера дома ты это уже, вряд ли ты поставишь гриндер. Ну, я знаю мастеров, которые без гриндеров делают. И вручную делают. Кстати, вот были, я не видел на клинке на последнем, но я посмотрел обзор, а кто же производил, не помню. И там были ребята, кто делает складни полностью вообще на руках. А как они спуски делают? Все вручную. То есть, ну, в смысле, без оборудования. То есть, без гриндеров, без всего. Они полностью там все шлифуют, все как бы вот вручную. Я тонкостей не знаю. И, соответственно, ценник, скорее всего. Да, и ценник, они позиционируют, они все подгоняют. Они, короче... О, я вспомнил. Я вспомнил, да, тоже видел. Вот там, где они там год подгоняли одну эту модель, и потом вот пришли на клинок. Ну, это же решилось бы на том же самом гриндере, опять же, быстрее. Просто вопрос в том, что можно делать совсем медленно. Ну, для них приоритет не скорость. Для кого-то приоритет просто делать. Кто-то ставит заработать на этом, да. Ну, это значит скорость. Это скорость производства, там. А кто-то это рассматривает как деятельность, там, хобби, времяпрепровождение, время встречи с друзьями. Если ваш этот сам процесс, здесь, да. Там, путь самореализации, самопроявление и так далее. Вот мне вот второй вариант больше как бы симпатизирует. Мне больше интересен. Вот именно своим проектом я хочу показать, насколько это прикольно людям. Сколько, ну, что у нас все-таки в России тема ножей, ну, исторически так сложилась. Все мы знаем, что, как бы, она до определенного времени там была некая табуированная, да, тема там. Такая немного ограниченная и законодательная. И в умах людей, грубо говоря, все это светло там. Не китайские ножи в 90-х многим людям отбили желание. Да. И ничего не отбили. Вот. И производство ножей там в советском среде вообще считалось на это вот что-то. Ну, как бы, были же складни. Ну, такие многопредметники в основном. И поэтому хочется, чтобы, не знаю, как-то приобщились, может быть, к этому. Потому что, ну, я много тоже общаюсь с ножделами и с ребятами, кто хочет к этому, да, приобщиться, кто хочет делать ножи. То есть, в социальных сетях мне пишут многие, там, спрашивают, а вот как может начать, там, что там делать. И довольно молодые ребята, и им интересно это. Они видят, что можно там самостоятельно, без каких-то больших фабрик и производства делать ножи там себе, там, друзьям и так далее. На продажу даже. Вот, и я вижу, что, как бы, этот интерес в России, он такой, ну, поднимается, можно так сказать. Поэтому, вот это дело в любви. А ты не думал свою там мастерскую именно о тебе? Я очень долго об этом думаю уже. И, то есть, многие мастера тоже советовали, ну, типа, давай тоже открывай мастерскую. Я пока в процессе обдумывания. Не исключено, что... У меня даже есть предложение по названию у тебя будет. Кнайф Кастом Фэктори. К КСЕФ. Есть и КФ, а у тебя может быть... Ну, это будет уже перебор. Почему бы и нет? Ну, если Макдональдс нас переименовывают, мы тоже... Нет. Спасибо. Причем есть, вот у меня называется Кнайф Кастом, да? А есть Кастом Найф. Тоже занимается производством ножей. Ну, мы вообще сделали круче, мы канал Ножи называемся. Ну, да. Это вообще, типа, вообще топ. Ну, проще. Сейчас свободно, да. Та, чё, стесняться, давай сделаем. А так, если свой откроешь, ну, да. Много приключений будет еще впереди, наверное. Да, да, да. Я думаю об этом. Ну, я думаю, что в какое-то время я приду к этому. Не знаю, насколько я именно хочу прям заниматься этим для продажи, да, допустим. А так, как времяпрепровождение, как какой-то, опять же, релакс, да, там, что-то сделать и потом походить. Вот это я сделал, смотрите. У нас вот Захар был на подкасте, он делает в основном плашки для Спартана, для некоторых ножей, и чисто вручную, потому что инструментария никакого у него нету, там, как раз себе Гриндер хотел приобрести. У них тоже там проблемы с помещением и с оборудованием, может, объединиться небольшой группой, каждый будет свою часть сделать, кто-то чисто плашками, кто-то чисто основной частью. И дешевле, и проще. Одному тяжело. Да. Я открыл для предложений, так что пишите, если хотите, да. И проживайте в Москве, да, как понимаете, здесь. Да, да, да. Ну, если вы проживаете в Москве, если вы откуда-то издалека, ну, извините. Ничего, там сами будете справляться как-то. Денег нет, но вы держитесь. Кстати, мы забыли... Мы еще последний нож. Ну, давай, ладно, хорошо. Последний нож, это мне подарил Алексей Поляков, тоже, наш отдел уже хороший. Это нетрадиционное для него исполнение. Я ему говорю, сделай мне танта. Я большой фанатик, я большой фанатик. Ну, как небольшой, мне просто нравятся очень четкие геометрические формы клинков. И вот говорю, давай... Строгие линии. Строгие линии, да. Вот эта вся геометрия. Такое красивое. И он тебе сделал. Я говорю, сделай мне что-нибудь прикольное. Говорит, я тебе танту сделаю. Я говорю, ну, давай. Вот. Он мне сделал. И буквально вот на прошлой неделе мне его подарил. Говорит, давай мне. Приноси, я покажу ребятам. Поэтому я еще им пока ничего не делал, не резал, не пользовался. Пока вот ношу в рюкзаке. Жду случая, когда он мне пригодится. Вообще, сейчас мы еще вернемся к этому ножу. Вообще, у меня потребности в использовании ножей вообще как бы минимальные. Я тебе открою секрет. У большинства ножоманов потребностей в ножах практически никакой нет. И ты, видимо, только начинаешь. Их нужно самому себе придумывать зачастую. Я понял. И это одна из причин, почему у меня как бы долгое время не было ножей. Потому что у меня как бы и потребностей не было. Теперь я понял, что с этим делать. Буду придумывать себе... У тебя появился бушкрафт нож? Блин, надо срочно идти в парк, надо на шашлыки. Я не люблю шашлыки, но все равно надо. Надо полюбить. Ничего это, да. Кухню сразу начинаешь готовить, когда появляется пара кухоней. Коробочки резать. Так-то они просто выкидываются. Но нельзя не выкинуть непорезанную коробочку. Понимаешь? Ты ее раз, так порезал, нормально убрал. Канат мне вот сейчас пригодится срочно. Нужно покупать канат обязательно, да. Что там еще? Бумаги побольше. Да. И сразу Хэнки нужны. Нож, если есть, его нужно фотографировать в Инстаграм. Кстати, да. Целая индустрия на этом понимается. Да. Вот. Никита Север Диси. Мне нужны Хэнки. Примерно так происходит мое общение. Ладно, это шутка, конечно. Вот. Смотря то, мы эту часть вырежем про шутку. Ладно, вырежете и просто оставьте шутку. И, собственно, что? Ну, здесь я заучил немножечко. Здесь PGK сталь. Значит, крокодиловое дерево на рукояти. Крокодиловое? Да. Я о нем узнал тоже неделю назад. Я еще тот как бы, ну... Я не знаю, что такое крокодиловое дерево. Во всех ножах. Но я стараюсь больше узнавать. У меня пока... Главное стремится... Я очень стремлюсь. Но каждый раз такими большими глазами смотрю на это все. Думаю, ой, как еще много надо всего запомнить. Вот. Значит, что еще? У меня была подсказка где-то. Ладно, не буду доставать. Вогнутые спуски, значит, какие-то. Вогнутые? По-виду, вроде как просто прямые, нет? И прямые вот на... А, чуть-чуть есть, да. Видно. В общем, заточка. Все, по высшему классу. Больстер. Это латунь. Да, латунь. Здесь на этом ноже тоже латунивые у нас пины. Х12МФ. Рукоять. Черный граб. Похож. Вроде так. Если я не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, поправьте, пожалуйста, в комментариях. Поправьте, пожалуйста, в комментариях. Это наши телезрители. О, меня в телевизоре покажут. Хотел сказать эту фразу. На всех, как это, по-моему, на всех мониторах страны. На всех, да, мониторах страны. Вот. Вот. И, собственно, ну, как бы коллекция ножей вот у меня на сегодняшний день такая. Я буду придумывать для них испытания. Ну, на самом деле, я... Потому что этот нож только мы изготовили. Этот нож... Только подарили. Подарили, да. Нож с осой я еще не тестировал. Я хочу, ну, как бы еще делать такое, может быть, небольшие обзорчики. Опять же, в своей соцсети. Может, в формате видео, может быть. В формате аудио. Ладно. Нет. Ну, формате видео. Делать обзор в формате аудио – это что-то новенькое. Это АСРМ. Это АСРМ. АСРМ, как он называется. Ну, короче, вот это. АСМР. 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 АСМР, да. Ну, в общем... А теперь послушаем, как он режет. А теперь послушаем, как он режет. Десять минут. Ну, это такая себе история, мне кажется. А вдруг кому-то понравится? Кому-то обязательно понравится, но и будет, мне кажется, не очень много этих людей. Смотреть все-таки приятнее на красоту. Ну, вот у нас часто просят, выпускайте подкасты в аудиоформате. Это несложно сделать, но просто я себе сложно представляю, как это будет выглядеть. Потому что люди приходят, показывают свои ножи и вот в аудио... Делают только вставочку. Он показывает там черный нож из такого-то материала, какие-то характеристики и звука, что ли. Я не знаю, как. Ну, вот у нас подкасты больше все-таки зрительные. Можно слушать, там, когда вот рядом стоит планшет, он повернулся. О, ну, да, это потому что я знаю, дальше ты занимаешься. А чисто в аудио, ну, как-то сложно. Вот. И у тебя еще висит бусина вот этого, болт и DC. Да. История такая, что я вот когда только начинал, это уже, наверное, 19-й год, то есть заниматься своим аккаунтом там в Инстаграме, вот, ножи, все дела. Опять же, не знаю, то ли в рекомендациях попались, то ли как обычно это происходит. Алексей, вот, был в DC. Тоже его репостнул, по-моему, и мы общались. Он говорит, давай я тебе сделаю вот с твоим логотипом. Он так красиво входит как раз, он круглый, в окружность. Я говорю, да не надо, значит, да ладно, я тебе так пришлю, сделаю, добряк. Вот. Ну, и он прислал, у меня было, значит, это тут... Сейчас покажем. К Naive Custom. Да, Naive Custom. Он мне сделал один вариант в браслете. И 10 бусин я сделал, ну, вот отдельно. Там были вот в черном формате с патиной и еще светлый. Ну, у меня вот что-то такое же от него я как раз на клинке брал. Это он делал под спайдеркой, ну, меньше по размеру. Да-да-да. Захотелось просто бусину повесить. Бусины, в общем, я уже все раздал, вот это последнее осталось. Собственно, с вот этой бусины началось такое... Мой проект, материальное воплощение появляться моего проекта. Он тебя простимулировал таким образом? Ну, да, мы там посотруднили, мы сейчас там общаемся, там тоже репощу иногда бывает. И мы сделали... Он мне сначала прислал бусину, мы разыграли на моем аккаунте его бусину. То есть, ну, я его прорекламировал. И мы разыграли бусину, там были какие-то, типа, просто апокалиптические сюжеты. Ну, у него много там спал-аута, по-моему, что-то есть. Ну, это было еще в ранней версии, то есть, еще до этого. Вот, и потом он мне прислал, может, как подарок. Вот, и 10 штук сейчас у кого-то на руках. Потом, когда мой проект будет всемирно известен, и эти бусины будут стоить по 2 миллиона долларов. Ну, короче, ты решил переплюнуть биткоин. Я всем говорю, ну, кому отправлял, говорю, ну, вот они, это первый экземпляр, и самое первое, начало проекта. Потом, когда я вырасту и стану взрослым, и этот проект у меня будет... Кастом-коин. Да. Через 70 лет можно будет продать за большие деньги. Так что храните все, ну, как бы, все такие, о, классно. Ну, да. Может быть. Может быть, так и будет. А может быть, нет. Как сложится. Ну, честно говоря, в последнее время, да, в наши нелегкие времена, события, коронавирус и так далее, планировать вообще, как бы, не стоит. Ну, да. На ближайшее время. Но я питаю надежды, я говорю так, я это говорю так, я питаю надежды и хочу, чтобы мой проект рос, да, то есть мы снимали новый контент, показывали российскому зрителю, как можно делать ножи самостоятельно, без больших затрат, а может, с большими затратами, кому как нравится, приятно проводить время, даже можно на производстве ножей зарабатывать. и я думаю, что будет успех. Ну, будем надеяться, будем смотреть, но это не точно. Никто не знает, что будет дальше. Сейчас как все закрывают все соцсети и вообще все будет. Вот, ну, а вообще, тот, та задумка, да, то, что я ездил, вот, к Александру, трейфпроджект, мы делали вот этот нож, я, как бы, планирую, опять планирую, я думаю, что это сделать какой-то регулярный формат, как бы, уже есть заявки от других мастеров. Кому есть не секрет в следующей очереди? Ну, это Алексей, вот, он меня приглашал активно, говорит, ну, приезжай, приезжай, ехать, правда, далеко до него, но я приеду к тебе, вот. И дальше там ребята меня с Барнаулой приглашали, говорит, приезжай. Да, я доеду когда-нибудь до вас с Новосиба, ребята, ну, пока так. Собирай деньги на трансфер. Да, да, да. Пока я думаю, что Москва, Московская область. Ну, да, потому что близко за пару дней. Поездить. Так что, друзья, если у вас есть своя мастерская, и вы, вам интересен такой формат, и хотели бы показать свою мастерскую, как у вас все оборудовано, поделиться, как вы делаете свои ножи, ну, конечно же, немножко прорекламироваться, на площадке наших, моих соцсетей, то пишите мне в директ или еще куда-нибудь. Ссылочки внизу, напоминаю, найдете. Я за любой кипиш, будем общаться, договариваться, приедем, поснимаем. Думаю, что должно получиться интересно. Какие у тебя дальнейшие, есть ли вообще хотелки, покупки каких-то ножей? Честно говоря, пока не знаю. Но я вот... Не из Клади, не из Фиксов, ничего. На последней выставке «Клинок» я как-то все, опять же, все снимал. И мне опять не удалось, как стоит посмотреть какие-то изделия. Вот это одна из основных проблем, когда ходишь, снимаешь. Поэтому вот отсняли, такие, не, лучше походим, посмотрим. Выходили просто... Я обычно одним днем, потому что, ну, как бы, там, работа, семейные дела. Потому что прибежал, набежал, пока со всеми поговорил, пока все поснимал, пока все этот... И пока еще не приглядел себе. Ну, все-таки я думаю, что больше интерес к тому, чтобы самостоятельно себе что-то изготовить, опять же, с использованием. То есть, все-таки ты двигаешься по пути создания ножей? Да, я такой, созидатель. Мне больше нравится именно вот воплощать в жизнь, то есть, вообще идея того, что там, из ничего, из комплектующих, из каких-то материалов, да, сделать изделие, которое и функциональное, и красивое, и там, душу греет человеку, и ножеделу, или тому, кто купил. Ну, это вообще для меня просто, ну, какой-то верх четкости, да. А вот на последней выставке ты был на линке. Да. Что тебе по поводу... Да, я знаю, что ты думал. Я вижу как раз. Что по поводу тебе вообще дизайнов там? Кто тебе запомнился, кто не запомнился? Ну, опять же, я больше обращал внимание на такие более смелые какие-то дизайны, да. И, опять же, СУСО, Тоскнаев, то есть, мне очень нравится. Но он выделяется у всех. Он выделяется, да, на фоне. И многие у тебя, по-моему, в подкасте говорили, что проблема выставки и вообще рынка изготовления ножей, то, что они однообразие и одноликие. То есть, я вот с этим столкнулся, когда только начал смотреть в инстаграмчике ножи. Ну, да, там именно однообразие, все. И вот на выставку даже, когда заходишь, там первые пару рядов, просто можно пробегать, либо посмотреть одну, и ты видел большую часть того, что выставали. Я тоже, по-моему, тоже говорю в своем видео там на ютубе, что, или в этом я не говорил, что действительно, ну, не так много ножеделов, кому интересно было подойти и прям поизучать, да, ножи. То есть, да, как ты говоришь, то есть, там первые ряды ты просто пробегаешь, потому что там лежит гора ножей, они там все одинаково заполированы, там какие-то наборные ручки, там и так далее, да? Наборные ручки, там и стабилизированные древесины, они, конечно, разнообразные вроде как, но на самом деле все, абриса вообще просто один в один. Да, да. И что еще? И пчаки, да, как раз и пчаков там часто бывает тоже, тоже абсолютно одинаковые. То есть, они то приходят явно не как на выставку, просто продать, не как вкладывать впечатления, потому что им нечего показать, они все одинаковые, они с года в год, с выставки, выставки, они возят одно и то же. Хорошо или это плохо, не знаю, там своего, наверное, покупателя они находят, но с точки зрения развития, вот как раз культуры нажимания, это наоборот тормозит. Ну, как мне кажется. Тоже можно просто в любой магазин зайти. Ну, это опять же к разговору о целях, да, человека. То есть, он хочет либо на этом зарабатывать, да, и он делает то, что продается. А по большей части, ну, мое такое мнение, я так думаю, что именно вот такой формат, недорогие ножи, да, чисто функция, которая выполняется, они там долго там служат, не ржавеют и так далее. Это в массу заходит, ну, почему-то мне так кажется, и более возрастные, может быть, категории и так далее. Вот, но все-таки именно, да, развитие, я вижу, что это вот более что-то, какие-то нововведения, там, привносить больше художественности, может быть, в эти ножи. И в фиксы, и в складни, да. Ну, со складнями у нас вообще отдельная песня, с ними достаточно проблемно. Рынок отечественных складных ножей достаточно узкий. То есть, есть совсем бюджетные сегменты, ну, например, Саро, как Саро, Ноксы в том числе. Вот у них дизайны, извините, там, конечно, мне не нравятся их дизайны. Я не говорю про качество изготовления, но вот дизайн Нокса, блин, надо с ним что-то, мне кажется, делать. И есть что-то дорогое, это там Шарагоров, это там, опять же, как маленькие, небольшие производства, это Ракун. Вот они делают у нас еще Шакуров. Ну, на самом деле, они есть, но ценовой сегмент либо очень бедный, либо очень богатый. А вот в среднем, например, пока никого нет. И, опять же, по складням хочется все равно больше разнообразия, хочется просто, чтобы было больше. Ну, мне видится, что по складням больше сложностей в производстве. Не знаю, подтвердишь ты это или нет именно, что... Ну, что это сложнее сделать? Ну, да, но сложнее и как изделие, да, то есть больше элементов, там, больше механизмов. А если к этому идти, то здесь, мне кажется, без какого-то производства, именно без, там, материальной базы технической, да, станков и оборудования тут не обойтись. Ну, я думаю, что только поэтому тут как порог входа, да, в этот рынок... Ну, в производство достаточно большой. Очень большой, то есть порог входа в изготовление фиксов, он может, там, стоить до 100 тысяч рублей. Ну, вот бланк с закалкой, с достаточно простой стали, я смотрел у кого-то, там, ну, обычный бланк, 440-я, 400 рублей, что ли, стоит. То есть бланк у тебя есть, на нем форму начертил, болгарку найти не проблема, вырезал. Ну, единственное, что, да, там, все-таки спуски тебе как-то надо делать, там, гриндер какой-то нужен. Есть уже прям даже готовые вырезанные клинки, то есть приделай к нему рукоять, там, заточи, у тебя все будет. Ну, в целом, я думаю, будем двигаться в этом направлении. Ну, вот, мне кажется, Россия потихоньку начинает двигаться в этом. Ну, как потихоньку, но понятно, что это и было, да, опять же, вот эти вот одноликие ножи, которые там делают и делают, и делают, и делают. Но все-таки хочется больше, опять же, разнообразия, да, как ты говоришь, и в фиксах, и в складнях, и в фиксах в том числе. Потому что вот по последнему клинку, да и по предыдущим клинкам, я тоже подходил буквально вот именно так посмотреть предметно, повертеть в руках к единицам, да, к стендам. То есть остальные просто быстро набегами пробегались. Ну, по моим подсчетам, ну, буквально, там, до десяти. Ну, пальцев рук хватит, чтобы посчитать то, за что цепляется глаз, к чему ты хочешь подойти. Вот, у Сосо одного можно только постоять, все его вариации, там, прокрутить. Ну, то он мне немного привозит, не все, которые он делает. Ну, может, потом еще привезет, посмотрим, как у него пойдет. Вот. А еще, кстати, я не сказал, у меня был от Севера Ди Си, Никита, вот, буквально на последнем клинке. У него вот эти вот, на 3D принтере, видел? У него напечатанные, они с другом сделали, там, на 3D принтеры, напечатанные Севера Ди Си, с таким, с строительным лезвием, короче. Говорит, на, тебе дарю. Ну, я вижу, все дарят почему-то. За что мне такое счастье? Вот, и он мне такой, на, типа, подарю тебе. Он удобный, он закрывал 99% моих потребностей в ножах. У меня висел на ключах, я его тоже задарил, правда. Никита, прости, я у тебя потом еще закажу, если они у тебя будут. Ну, классный. Просто на ключах, он легкий, всегда висел с этим плечком небольшим, такой вот, такого оранжевого цвета. А может быть, я и видел. Может быть, я и видел, только где-то в другом месте. Может, ты видел, а может, в Инстаграме? Что-то в Телеграме, возможно, если ты подписан, там, на эти, на агрегаторы, там, меня это трепостили еще. Может быть. На Север я точно подписан. Ну, он не выкладывал, по-моему, их. Это так у них был такой. Много на кого подписан, уже теряешься. Да, да. Потоки большие. Я говорю, ты помнишь, ты знаешь этого человека? Я говорю, я до стольких подписанных, что я уже даже не знаю, на кого я знаю. В этом есть проблема, есть трудность. Потому что, вот, я в Инстаграме, ну, чтобы увеличить, там, количество подписчиков, я подписывался, там, ну, типа, масс-фолловинг, вот, на людей подписывался. И у меня было в Инстаграме, там, предельно, типа, 7500, я на человек подписывался. Думаю, ну, ладно, хватит, надо почистить уже. И думаю, ну, как бы, до нуля, там, скинуть мои подписки. Короче, начал всех чистить и понял, что на 3000 я остановился. Я был подписан на 3000, потом еще подсократил, сейчас где-то около 2,5, это все на же дело, короче. Прикинь, я думаю, нифига себе, сколько их. Ну, конечно, большинство это зарубежных, то есть, там, Америка, Бразилия, европейские государства, вот, ну, и много очень классных российских на же делах. И сейчас, и что самое интересное, я каждую неделю подписываюсь на новых. Все больше и больше. И зарубежных, и что самое интересное, ну, как бы, радует, то, что на российских появляются новые на же дело, я подписываюсь. И, причем, очень интересные, они делают очень интересные дизайны, они делают интересные стали, они делают, там, дамаски вообще просто какие-то сумасшедшие. То есть, и, ну, это круто. И интересно, что наши дела молодеют. То есть, новые игроки заходят, и вот буквально... Еще моложе и моложе. У меня были в прямом эфире, я делал совместный с молодым ножеделом, короче, он один из самых молодых, ну, которых я знаю, может, есть еще. Ему 15 лет, он в Красноярской, Красноярском крае, какой-то, не помню, город не буду говорить, не знаю, это ошибусь. Вот. Классный чувак, Женя Демидов, привет. То есть, я его часто репощу, его ножи у меня выставлены в магазине, всячески его поддерживаю, помогаю ему, чтобы, ну, как бы, он развивался в этом. То есть, он сделал себе, оборудовал мастерскую всю, ну, классную. Он заказал гриндер, вот на выставке были ребята, профиль, профиль, ну, не профиль, которые заточены эти, а, в общем, стояли у них гриндеры большие, они там гриндеры. Я видел, но я даже на них внимания не обратил. Ну, то есть, оборудовал все, ему там помогли родители, там, бабушка, дедушка, и он, ну, делает ножи. Кстати, неплохие ножи, вот, и у него заказы есть, и все, я просто всей душой радею за него, помогаю всячески. И потом, хоп, еще один появился, то есть, Алексей, тоже ему 15 лет, он мне написал, когда он мне написал, говорю, тебе сколько лет? 14. Говорю, так ты самый молодой ножедел в России. Говорю, использую эту фишку, он тебе написал потом. В инстаграме, самый молодой ножедел в России. Говорю, красавчик, ну, как бы, надо, как бы, этим пользоваться. Тоже, как бы, вот они покупают себе оборудование, то есть, в чем плюс я вижу этого, что лучше, чем там, они будут где-то молодые. Непонятно, чем заниматься. Они занимаются крутым делом. То есть, это и прикладное, то есть, и они и при деле, да, и получают навыки какие-то, и образовываются, и изучают. То есть, и еще и делают. Полезно со всех сторон, получается. Полезно вообще со всех сторон. Еще и продают, еще денежку зарабатывают на этом. Прям вообще молодцы. И так еще, по-моему, несколько там каких-то молодых ножеделов, кто тоже интересуется. Типа, вот, там, то приобрел, то приобрел. И, ну, как бы, мне это доставляет удовольствие, что вот ребята этим занимаются. Ну, может быть, в будущем вот они как раз будут делать что-то новое, как раз свежим, свежим, незамыленным взглядом. И вот, да, именно то, что молодеет, и они тоже смотрят там за рубеж и перенимают более активно вот эти, и вводят там в свое производство всякие классные, интересные, красивые все эти элементы. Вот. Ну, главное, чтобы они не начали делать ножи из Counter-Strike, керамбиты всякие. Это путь не туда. Это путь не туда, да. Ну, мало ли. Вот. Большое спасибо, что пришел. Я думаю, нашим зрителям тоже было интересно. Приходи еще. Позоветесь, радостью приду. Хорошо. Так, все ссылочки ты пришлешь, они все будут внизу, подписывайтесь обязательно на все ресурсы. А также становитесь нашим донном ВКонтакте. Мы теперь денежку тоже собираем, если вас не затруднит, можете задонатить там. Я обязательно это сделаю, потому что скоро будет розыгрыш у Сергея во ВКонтакте. А когда он будет выходить, я думаю, что, может быть, он уже закончится. Может быть, я уже... Может быть, ты уже будешь с нами. Счастливый обладатель этого ножа. Да. Об этом узнаем почем. Все. Всем большое спасибо. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok